Двое на качелях Двое на качелях Говорит, ну есть еще одна пьеса Я клянусь, не знаю почему, но вот где-то в подкорке у меня почему-то возникла пьеса Двое на качелях Я о ней никогда не думала, я не могу сказать, что я мечтала играть этот материал Ну вот как-то она была забыта у нас в стране и забыта актерами Соответственно, у меня как-то тоже она в голове не висела Ну вот у меня где-то возникла в подкорке Двое на качелях Вот, и полтора года мы искали партнера Потому что история это дуэт И здесь важны партнеры, которые работают на сцене Вот полтора года мы искали партнера Сложно было найти имя Было сложно по разным причинам Что-то не складывалось То там, то там, то здесь То там нет времени, то у меня нет времени В общем, в какой-то момент я уже думала, что не получится спектакля Но я благодарна Альберту за его доверие, за его терпение И за его веру в этот проект И вот через полтора года позвонили Грише, Альберт И позвонил мне, сказал, ты знаешь, по-моему, мы нашли партнера Я говорю, кого? Гришу Антипенко Гриша снимался со мной вместе Году 2003-2004 в сериале «Талисман любви» Там мы познакомились, больше нигде не пересекались И, собственно, через кучу лет встретились на репетициях Двое на качелях Вот вы и мы согласились с Двое на качелях А чем вас покорила эта пьеса? Она страстная Она непростая для актеров А где непросто, мне интересно Она ужасно современная Она не по праву забыта Она и легкая И тяжелая И смешная, и грустная В ней есть Все, вся палитра эмоций Которую можно подарить зрителям и себе И Леша Кирещенко, наш замечательный режиссер Я считаю, сделал из этой пьесы Очень неожиданное прочтение То есть спектакль, который я видела до этого Где-то по телевизору Где-то в исполнении живьем Оно, в общем, все в основном такое Очень драматичное, тяжелое А Леша увидел это по-другому И я с ним абсолютно согласна Потому что даже когда мы болеем Даже когда что-то у нас внутри нездоровое не ладится Любовь нас делает светящимся Любовь делает нас летающими У нас вырастают крылья И поэтому всякие болячки, проблемы Все это становится Ну, немножко как-то так Совсем неважно Вот Поэтому он внес вот эту легкость Вот этот юмор Который всегда, согласитесь, существует Между мужчиной и женщиной Которые встречаются Которые впервые вдруг чувствуют Какие-то разряды между друг другом И вот я считаю За счет вот этого Лешиного таланта Вытянуть юмор Из, казалось бы, непростых ситуаций Во многом заслуга Вот Потому что этот спектакль есть Вот он живет у нас уже третий сезон И надеюсь, что проживет еще много-много Скажите, а можно называть Именно исполнение роли Главной героини в этой постановке Может быть, она была Одна из сложнейших ваших У меня очень мало театральных работ Поэтому мне не с чем там сравнить И сказать, что вот у меня было 500 ролей И вдруг 501-я такая сложная Еще была 481-я там Нет, у меня было очень мало театральных работ У меня прямо палитры несыгранных ролей Наслаждение получили? Конечно Это подарок для любой актрисы Для любого актера Такой материал Поэтому я получаю спектакль От каждого спектакля удовольствие Каждый спектакль у нас разный И поэтому это такое Моя страсть Из-за меня напоследовая Скажите, вот как вам наши амурские зрители? Вы знаете, сегодня Был непростой зритель Потому что Было очень много наших коллег И это всегда зрители Более внимательные Более вглядывающиеся Сидели большие профессионалы Среди членов жюри Поэтому Сегодня мы чувствовали Ну такую сумасшедшую ответственность Я честно Очень волновалась Перед спектаклем Я очень волновалась В течение спектакля До самого финала Пока я не ушла со сцены Вот, но мы были уже в Углегорске Нас замечательно принимал зритель И замечательно принимал Глава города Углегорск До этого мы были в Белогорске Вот Там тоже замечательные зрители В общем, мы стартовали В этом сезоне Замечательно Типловочек И еще к нам вернетесь? Вернемся Спасибо вам большое За беседу И за прекрасную игру Спасибо Я не понимаю, к чему все эти разговоры О том, какой вы несчастный Сели на мель Если я сейчас с вами не дам Спрыг Кто это сказал? Ну, мы письмо не позвонили И сказали Помогите меня Ну, не получилось Ну и ладно Да ладно Григорий, скажите, пожалуйста Легко вам было работать над этой ролью? Это, конечно же, работа Это труд Для того, чтобы сделать роль Для того, чтобы создать персонажа Для того, чтобы как-то Родить этот образ из себя Не так, как у других Не так, как было Или, может быть, получалось Там за этот фильм Там, помню, даже Оскара Чего-то давали То есть, это достаточно известная пьеса И она очень много игралась И экранизировалась И это ответственность Чтобы не скатиться в какое-то вот Может быть, подражательство А что-то создать свое Времени было очень мало Мы репетировали месяц Мы ответственные с Татьяной Актером Мы отказались от всего И просто репетировали С утра до ночи Естественно, что-то не получалось Очень много было Сил затрачено На обработку текста Мы сокращались Режиссером Мучились Что-то возвращали То есть, ну, это была Такая достаточно серьезная Титаническая работа Чтобы привести это И адаптировать более-менее Человеческий вид Чтобы зритель не засыпал Чтобы сделать из Как я уже говорил Из мелодрамы Трагикомедию Потому что трагикомедия Это, ну, жанр сегодняшнего дня Уже нельзя взять просто Ну, каким-то чистым жанром Типа мелодрамы особенно Ну, зритель просто заснет И это, в общем, стоило Усилий И это огромное спасибо Режиссеру Потому что он сумел убедить Что это нужно сделать Именно так Это нужно сделать Достаточно смело Это нужно начинать С острой жанровой комедии И постепенно перевести это Ну, пускай мелодраматический Но хороший такой Классический финал Ну, не знаю, насколько удалось Может быть, получилось Надеюсь, что да Скажите, вы у нас уже не впервые Приезжаете в Логовещенск И принимаете участие Фестиваля Амурской осени Как вам, в общем, фестиваль наш Который проходит здесь? Ну, очень приятно отметить Что он вырос Все-таки за эти годы Я был, по-моему, в конце В конце Ну, по-моему, да Где-то в восьмом году Если память не изменяет Нам дали за нашу работу Приз за лучшую режиссуру Это был Пигмалион Тогда это, конечно, все было наколеночное То есть весь этот фестиваль Был наколеночный, смешной Странный Ну, и мы тогда были Очень неопытные актеры Особенно те, которые играли Главные роли Я про себя в основном Поэтому, ну, и как бы И вот так это все совпало Но вот за эти годы, да Сейчас уже не стыдно Сейчас уже так серьезно Сейчас уже такая публика Более организованная Театральная То есть за эти годы Удалось создать своего зрителя Сегодня зал был Очень театральный Очень непростой С ним было работать Как буквально бывает в Питере Там или Больших столичных городах Где Публика искушенная И заставить просто так Хи-хи-ха-ха за собой повести Чтобы они быстренько Ну, вот так вот С полпинка завелись Это оказалось не так просто То есть зал дал понять Что ребята придется Выложиться по полной И это приятно Это приятно То есть вот Ну, вот произошла Вот за эти годы формация И реальное Качественное изменение И зрителя И фестиваля И как бы Ну, самой подготовки Открытия Не знаю, какой будет финал И встречи Как нас встречали Как нас разместили Хорошо Вы к нам приедете На очередной фестиваль? Будет с чем приехать Конечно, приедем Я не люблю приезжать Просто как гость Просто как смотрящий Будет работа Приедем А сейчас уже какие-то Может быть есть Определенные наметки? Ну, я в основном Конечно, в стациональных театрах Принимаю участие Мой основной театр Где я в трупе Это в Ахтанговске Еще в Ермоловском У меня есть спектакль И будет вот сейчас На Малой Бронной Помимо еще Антреприз Таких свободных Если это заинтересует Господина Новожилова И как бы Жюри Эти работы Или какие-то другие Которые уже существуют Приедем, конечно Почему нет? Спасибо вам за беседу Я желаю вам дальнейших Творческих успехов И всегда благодарного зрителям Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова